я говорил прошлый раз в прошлом видео о том что не все нужно показывать как и не все нужно говорить как они не с каждым нужно общаться как не каждый фильм смотреть и так так и художник не каждый возникший сюжет нужно обязательно показать как мне кажется марина урванцева как же герника крик демон поверженный и так далее я говорил в том видео что войны никогда не прекратятся если мы не сделаем стоп если зло прошло дальше нас фактически герника это состояние войны художника с фашистами немцами которые разбомбили этот город мирных жителей на площади уничтожили крик мунка герника пикассо это война художник на баррикадах художник с оружием его оружие кисть и холст я говорил о том что война не прекратится а как она прекратится если все сражаются ну вот они не прекращаются эти войны за 2000 лет 5000 войн они просто идут бесконечно постоянно нет ни одного дня без войны на планете достаточно выстрелить неважно попал ты не попал ты в состоянии агрессии страх гнев пропитывает все твои клетки если говорить о существе вот о человеке как существе божественном то мы пропитываемся ненавистью наше существо наши клетки устроены по подобию божию они не вы не выдерживают такой нагрузки такого стресса демон врубеля как мне представляете как он писал о другом он существует в человеке легко чуть-чуть немного времени надо чтобы человек вроде бы который с тобой общается улыбающийся стал фашистом совсем немного времени надо дмитрий гостюшев у меня такая проблема я перестал писать для себя если раньше что-то могло вдохновить на написание в стол то сейчас пишут только на заказ пусть даже за копейки но другое не мотивирует может это моя оскуда умность и к художнику я не имею никакого отношения вопрос такой скажите что со мной не так и как начать писать для души спасибо дмитрий гостюшев спасибо дмитрий проблема сложная вот девушкам женщина мне кажется это очень больше понятнее потому что они могут наряжаться прихорашиваться для себя чтобы выглядеть им приятно могут убирать дом мыть полы приятно в чистом вокруг чистота никого нет но порядок если мужчина один остается в доме то гора немытой посуды все разбросано то есть ему нормально мне нравится история про одного часовщика он ремонтировал или делал часы я уже не помню но неважно в этих механизмах в мелких с этим самым фильмоскопом ковырялся и внутри часов ставил свою подпись как знак качества да ну подпись что это вот масть мастер сделал и у него как-то кто-то спросил а зачем ты это делаешь гравируешь там свою подпись этого же никто не видит на что он ответил он видит вы представляете какая какая слитость с пространством что они не люди для него важны он видит никто никогда не увидит эту подпись он ее делает если взять за аксиому что мы все на ладонях у господа то надо делать для него а те кто увидит но мы же все не отделены от этого кому надо увидят кому надо обратят внимание ты делай это как подношение для него буратино и золотой ключик такой ник можно темперам рисовать на холсте покрытым грунтом для темпер не рассыпаться картина не рассыпаться для темпера грунт же сделал так и писать на холсте покрытым для темпера не проблема теперь настолько уникальный материал им кстати можно писать как акварелью жизнь жиденько по бумаге по любой бумаги По акварельной, по плотной, по ватману, по холсту, грунтованной, грунтованному темперам или негрунтованному, в общем, по-любому. Ольга Скорогоцких. Главное быть человеком, а художником. И как писать свет, когда вокруг мрак, отключить в себе способность состраданию и сопереживанию. Стремление к счастью любой ценой говорит о том, что у этого человека, или слепая душа, или ее совсем нет, потерялась в погоне за счастьем и самореализацией. Это обо мне, видимо. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем. Лариса Изюмченко. Слава, интересно, когда и как вы отдыхаете при такой благотворной работоспособности? Нужен ли полный отдых художнику? А я вот не знаю, что такое, в смысле, работа, Лариса, и что такое отдых, и вообще, почему нужно это разделять? Ну, я работал, дворником работал, слюсарем после, да, меня не приняли в институт сначала, слюсарем, дворником четыре года. Да, это работа. Меня уволили по статье. Какой-то 33-й, что ли, в общем, по жуткой статье. Все говорили мне, что с ума сошел, ну, нужно что-то делать, я же по статье. Я говорю, да пиши, говорю, нормально, а что мне эта ваша статья? Зачем она? Что она мне, ваша статья? Я художник. И в отделе кадров удивлялись, сопереживали, но написали. Так, значит, как вы отдыхаете? Художник, на мой взгляд, это счастливый человек. Он не понимает, что такое работа. Он работает всегда, даже во сне. А-а-а, просыпаешься, цвета, жастые. Какие-то мотивы приходят, можно скачать среди ночи и зарисовать эскизы. Ну, как помните мультфильм «Паровозик из Ромашкова». Главное не упустить там рассвет, закат, или ромашки как цветут. Главное не упустить жизнь. А помните, как Джон Леннон, ему, значит, задание было мальчиком еще, в каком-то там пятом классе, что ли? Наверняка знаете эту историю. Ему учительница всем дала в классе задание, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь быть. Он написал «Хочу быть счастливым человеком». Она ему поставила двойку и сказала, что ты не понял задание. Имел в виду вообще профессии и все такое. А он ответил, что вы не поняли жизнь. Это большое счастье писать. Что-то в любом жанре. Кстати, музыку тоже. Стихи, живопись. Без разницы. Когда ты создаешь, ты находишься в потоке радости. Поскольку это же радость. Она просто пропитывает тебя своей вот этой вот штукой. Тебе хорошо. В общем, добра много. И отдыхать. А что значит отдыхать? Ну, хорошо. Я пошел сейчас в море, искупался. Все равно я смотрел кругом. Делал наброски. Ну, красота же вокруг. Люди. Люди интересные. Это же характеры, персонажи, пейзажи. Ну, где бы я ни находился, есть же люди. Есть какая-то среда. И порисовать ее. Жизнь подкидывает всегда сюжеты. Что-то происходит. И для художника это просто счастье, когда что-то вокруг происходит. И ты можешь участвовать в этом. Выразить свое отношение на холсте. Впечатление. Ощущение. Нужен ли полный отдых художнику? Это что такое? Лежать просто? Я так не умею, у меня так не получается. Я могу книжку читать. Могу что-то, уроки монтировать. Или там что-то еще делать. Но переключение, внимание, переключение, делание, это и есть отдых. Мне кажется, так. Сейчас монтирую для вас интереснейший урок. Хочу побыстрее сделать и поделиться с вами радостью. Он будет очень важный для развития живописного видения и способности разделения на пятна. Пока я делаю, заходите в школу. Там много чего интересного есть. Ну, и ставьте закорючки. И что-нибудь скажите. По сегодняшней теме. Сейчас я записываю такие видео уроки. Из серии «Простые вещи». Вот первый урок уже появился. Он под номером 18. Клубника. Ну, клубника на тарелочке. Вот просто все. Очень немного пятен, но их нужно разложить. Понять, как это устроено, из чего. Так что обратите внимание на этот урок. Все видно. Видна палитра, как делаются замесы. Виден мотив, который я пишу. И как пишу. Вот и с рассказами, с объяснениями. Очень рекомендую. Односложная эта самая ткань. Поэтому ничего тут не надо выдумывать. Выпендриваться будем только в клубнике. Сейчас главное заложить точные отношения. Вообще выпендриваться нужно там, где, ну, в главном. Немножко просто сделаем пофактурнее, что ли. Ну, вот как-то может быть так. И он поплотнее. Немного будет, я думаю, уместнее. Если нам не хватит белил еще. Всегда можно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok